Всем привет, с вами Прия. Если вы внимательно прочитали название ролика, а может быть даже внимательно рассмотрели превьюшку к этому ролику, то могли увидеть скрытый смысл. Да, сегодня мы будем фармить голдишку, и будем фармить это особым способом, который в принципе не тратит какого-то большого нашего времени онлайна. Это прекрасно, так как можно всего лишь 15 минут потратить и получить весьма неплохое количество голды. Но опять же, это небольшая работа с аукционом, и на это нам нужны лишь только две профессии. Это травничество легиона, которое будет прокачано примерно до 25. Ну а в идеале, конечно, чем больше, тем лучше, да еще и если звездочки в будущем получим, то вообще прекрасно будет. Также нам нужно будет начертание с целью того, чтобы реализовывать эту траву, получать красители и крафтить то, что мы в принципе задумали. Начнем же. С чего мы начинаем? С целью того, чтобы, конечно, работать с начертанием, так как это производящая профессия. Нам нужно изучить травничество, апнуть его, и после того, как мы его апнем, на карте легиона, на карте расколотых островов, у нас появятся локалочки на зверовой скверной. Действуют они примерно три дня, насколько я правильно помню. И что нам нужно сделать? Нам нужно подлететь к месту, где находится этот зверовой скверны. Его будет одерживать гноящийся инквизитор. Мы его, конечно же, убиваем. И после того, как мы его убили, собираем зверовой скверны. У меня вроде бы есть немножко звездочек. Да. Две звездочки. Собственно, пять зверобоя получаем суммарно. Ну, а также одну кровь Саргераса. Неплохо. Смотрим дальше карту. Есть ли у нас еще подобного рода квесты? Да, имеется зверобой скверны. Летим и лутаем еще. Чем больше мы получим его, чем больше этих локалочек прокает, тем лучше для нас, так как летая по этим точкам, собирая зверобой скверны в момент активной локалочки, мы лутаем эту траву. Чем больше мы травы полутаем, следовательно, тем больше голды мы полутаем. Я думаю, все логично. Спустя 2-3 минуты прилетел наконец ко второму мопчику. Убьем его и также полутаем траву. Моп убит. И начинаем сбор трав. Также в момент того, когда вы лутаете зверобой скверны, вам может упасть семечка. Эта семечка высаживается в Сурамаре, рядом с водичкой. Примерно где-то тут его можно посадить, и через 30 секунд оно вырастет, и вы получите некоторое количество зверобоя скверны. Также семечка можно продать на алке, как и, в принципе, зверобой скверны, но все же семечка лучше высаживать при каком-нибудь там, например, третьем уровне сбора, так как можно получить намного, собственно, больше этой травы. То есть это больше голды, само собой, и вообще все классно. А с целью того, чтобы получить третий зверобой скверны, ну, судя по комментариям с Вовхеда, нужно получить вторые звездочки сбора трав, абсолютно у всех трав, и, возможно, однако эта трава должна быть апнута до третьего. Но это не точно все. Я думаю, тот, кто качал травничество в Легионе, точно даст ответ об этом в комментариях. Собрав абсолютно всю траву, мы перезаходим на персонажа с начертанием, в моем случае это Шаман, и переработаем абсолютно всю эту траву и скрафтим то, что нам нужно. Также стоит сказать о том, что в момент сбора какой-либо травы, да и вообще в момент каких-либо действий в Легионе, нам может упасть кровь Саргераса. И эту кровь для того, что мы в текущий момент собираемся делать, в принципе, тоже можно выгодно реализовать путем покупки Гризолиста. Это самая лучшая трава с зеленой иконкой, которая, собственно, позволит нам получать больше красителя. А этот краситель мы будем реализовывать в символы. Не зря я говорил о начертании, не зря иконки символов подставлены на превьюшке. Все имеет свой скрытый смысл. За выполнение двух локальных заданий на зверобой скверны было получено 10 зверобоя. Таким образом, мы два раза сможем измельчить абсолютно всю ту траву, которая была собрана. 10 землистого красителя и 3 розового. А еще с одного получается 12 землистого и 2 розового. Падает, конечно же, квест, который после сдачи даст нам рецепт на массовое измельчение зверобоя скверны. Ну, это будет полезно в будущем, в тот момент, когда вы будете получать много зверобоя. Но в текущий момент можно и, в принципе, просто по 5 скликивать обычным измельчением. Ну, а что конкретно мы будем крафтить? Конечно же, символы. И будем крафтить те символы, которые являются достаточно дорогими, которые на ауке стоят хорошо и, конечно же, которые покупают. Какими классами сейчас, в принципе, играют люди? Ну, в основном друиды. Возможно, демон-хантеры. Так как скоро стартанет 8.3, люди будут играть на ДК, потому что ДК, напомню вам, будут доступны абсолютно всем союзным расам. И это как бы сильно. Люди, конечно же, захотят играть в красивую игру, и символы в текущий момент не дают каких-то бафов, каких-то бонусов к каким-то способностям. Символы просто украшают что-либо. Например, для Демон Хантера символ крыльев скверны. Теперь при планировании вы расправляете зеленоватые крылья. Ну, вдруг кому-то хочется зеленые крылья иметь в момент планирования. И мы крафтим этот символ, и мы скидываем его на аук, и тот человек, который его купит, ну, будет радоваться. Самое главное, конечно, чтобы сценарий агентов была не дешевле, чем сам символ. Я думаю, фарм действительно легкий, не затрачивает много времени. Собственно, на запись этого видосика я потратил 13 минут, но обработали он станет меньше по времени. Заниматься таким поп-року локалок, в принципе, удобно, приятно, и это действие действительно классное. Так что желаю вам успехов, скорейшего получения звездочек на какую-либо траву. Все в ваших руках. Дерзайте, изучайте вовхед, смотрите, где какой квест берется, и, собственно, апайте эти звездочки. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги. До скорого.